Жители при фронтовой Красногоровке замерзают. 220 домов тут ожидают газового отопления или хотя бы буржуек. Но сейчас газопровод перебит, боевики не подпускают к нему ремонтные бригады. Буржуйки обещали завести в город еще до Нового года, но поставили только половину. Да и те топить нечем. Угля в угольном регионе не хватает. А запасы дров у людей за три года войны почти иссякли. Почему так сложилось, выясняли корреспонденты проекта «Донбасс Реалии». Новый четвероногий чугунный друг у Светланы Васильевны поселился осенью. С тех пор ее трехкомнатная квартира окончательно уменьшилась до размеров этой гостиной. Печка может и хорошая, но обогреть все помещения не сможет. Тут же можно регулировать, чтобы не так быстро горело. Электроника? Да, вот тут пальчиком туда-сюда. Поддувало так называется. Сделать можно потише, чтобы горело. Буржуйка-зверь прожорливый, одно полено в час. Но в прошлую зиму без этого зверя Светлана Васильевна не знала, куда спрятаться от пронизывающего холода. Слава Богу, говорит, церковь Христа Спасителя подарила печечку. Ведь в прошлые зимы несколько ее земляков так вот и замерзли. Насмерть. Нам завезли уже две партии буржуек. Это сколько? Ну это 45 штук. Глава военно-гражданской администрации объясняет, почему в Красногоровке государство нельзя отделить от церкви. Бюджетная машина, мол, пробуксовывает. Полсотни буржуек от государства в Красногоровку завезли только в начале декабря. Должны были завезти 200. Церковь спасает оперативнее. Если бы население осталось на уровне прошлого года, буржуек хватало всем. То есть в прошлом году не остался ни один человек, который не имел буржуйку. В Красногоровку возвращаются жители. Для города это хорошо, но для администрации головная боль. Вспомните Северно-Южную Корею. Если мы пограничные города, мы должны быть устроены даже лучше, чтобы те, глядя оттуда и наоборот, понимаете, сравнивали. Да, да. А так что? Газ есть там, есть свет. У нас этого ничего нет. Тут третий год ждут центрального отопления. До войны в дома и котельные из соседнего Донецка исправно поступал газ. Сейчас газопровод перебит из-за обстрелов. Ну, сама станция находится, вот если взять линию разрешения по минским договоренностям. Газораспределительная станция находится на подконтрольной Украине стороне. Но оппозиции сепаратистов уже в 150 метрах, а украинской армии в 300. Они постоянно обстреливают. Они не дают разрешения нам подойти к этой станции. Мы тут не до 50 метров трубы, надо проложить под землю и подключиться. Они не разрешают. Торецк был на грани катастрофы. Договорились? Может быть там 70 тысяч, а у нас всего около 10. Сейчас 220 домов ожидают газового отопления, говорит глава администрации. Ну или буржуик, что быстрее. Но вот так уже который отопительный сезон? У нас буржуйкой помогла наша церковь Христа Спасителя, которая находится вот у нас в зимнем клубе. Вот они помогли нам с буржуйкой, помогают нам с дровами. Если с печкой повезло, не значит, что тепло будет. Это уже следующий уровень школы выживания. Уголь в Донецкой области теперь оказывается на вес золота. Местные власти нам ответили, мы уголь не производим. Решение мы даем на дрова. Они пиляют сухостой, пиляют ветки. Ну то есть нету проблемы. Можно и напилить. Было бы что. Степь да степь кругом. И за три года весь сухостой сгорел в топках. Впрочем, Светлане Васильевне удалось заготовить дров аж до второго этажа. На все про все ушла месячная пенсия. Складировать есть где. Кроме нее в этом подъезде никто не живет. А желающие порубить и занести дровишки тут найдутся. Не за спасибо. Тем старикам, которые не могут сами занести, то ребята там заносят, помогают. Они им оплачивают 100 гривен, 50 гривен. 50 гривен за поколоть, 100 гривен вместе и поколоть, и занести. И как бы вот такое. В общем, участие государства Украина в жизни отдельного красногородца заметно исключительно на платежках за электричество и воду. Остальное не заботит. Поставили по стеклу по одному. Опять залетела пуля к нам. Вон, осколок. Вот этим летом вот. Залетела опять пуля. Вот окенная дырка опять в окошке. Ну, военные приехали, посмотрели. Говорят, идите туда же в этот наш исполком. Вам выдадут стекло. Ну, я пошла, сказали, вы уже получили, хватит. Теперь Светлана Васильевна сидит и гадает на телевизионном пульте, когда же война закончится. Захарченко сказал к Новому году. Только не сказал к какому. А вы верите Захарченко? Я вообще никому не верю.